Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Николиху Макфлай. Я в Ростове-на-Дону. Еще антикварный магазин. Тут удивительным образом блошиный рынок. Смотрите, вон он прям начинается. Давайте посмотрим, почему бы и нет. Так, смотрим, что здесь есть, друзья. О, игрушечки советские. О, смотрите, ножик. У меня такой черный есть. А сколько такой ножик стоит? 150. Это, кстати, очень дешево, друзья. Часики тикают. Смотрите, какие прикольные часы. Смотрим поближе. Чего мужик? Прямо много всего интересного здесь. Какие-то шкуры, вещи. Ну, мне кажется, странновато, пришли, видите, люди только раскладываются. Но, к сожалению, у меня нет другого времени, чтобы ходить по барахолкам. Тем более, тут где-то должен быть антикварный магазин, который я ищу. Но лифчики нас не интересуют. Шмотки тоже. А тут магазин выплеснулся на улицу, видите? Шовы, куртки, армейское одеяло. Так, смотри, тут тоже магазин, который вышел на улицу. Посмотрим. Здрасте, можно вас поснимать? Прямо пыльно. Из магазин меня выгнал. О, смотри, прикольно. Гитара, кстати, крутая такая. И тут же проходит трамвай. Что у нас тут солдатики. Солдатики современные. Часики тоже относительно современные. Какой ножик, смотрите, прикольный. Какой-то самодельный, видимо. Я так понимаю, тут целая улица, смотрите. Вот еще одна комиссионка. Посмотрим. Вот такая, друзья, комиссионка. Снимать тут тоже нельзя, но пока хозяин на улице. Так, продолжаем осмотр. Очень странный рынок, он прям просто на улице на самом деле. Тут в основном тряпки. О, смотрите, там что. Пойдемте туда. Так, смотрите, тут прям рынок-рынок. Чистый антикварный. Где-то там дальше закрыто. Вот такая. Там вообще какие-то завалующие. Ну, тут сказали, тоже съемка запрещена. Но мы немного поснимаем. Так, я вначале оговорился, это улица Станиславского. В общем, тут вся улица, это Блошиный рынок. И куча антикварных и комиссионных магазинов, где нельзя снимать. Но мы тайно снимаем. Так, продолжим осмотр. Еще один антиквариат. Но он закрыт. Но даже если он был бы открыт, все равно нельзя снимать. Нас, как бы, больше интересует Блошиный рынок. Смотрите, сколько всего. Прямо, считай, на трамвайных путях сидят люди. Так, что интересного? Давайте смотреть. В основном шмотки. В основном шмотки. Парфюм. О, кеды. Прощай, молодость, советский. Прикольно. А сколько такие стоят? 50 рублей. 50 рублей. Мечта советского школьника. О, вещи начались. Как отец. Так, тут всякая электроника. Нет, не интересно. Мне интересует старые советские прикольные вещи. А тут просто такое ощущение, что с помойки сюда притащили вещи. Примерно такая же история. Какая-то непонятная электроника, блоки питания или что это вообще? О, прикольная кружка, смотрите. НТВ. Вот это явно с помойки, мне кажется. Нет? Или с какого-то чердака достали. Все по 10, 15, 20, 30 рублей. Так, слушайте, тут ощущение, что целый квартал, как это, балашиного рынка. Потому что, смотрите, он все продолжается и продолжается. Я, конечно, знал, что в Ростове большой блашиный рынок, но я не знал, что он настолько большой. И что он работает по будням. То есть сегодня что там? Среда у нас. Тут, видите, стоят люди, торгуют. Так, что у нас здесь? Тут снова какие-то вещи, вещи, вещи. Тут ощущение, что вообще цыгань такой, да нет, русский, но... Вот механика, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. О, прикольные машинки. Тысяча рублей. Тысяча рублей машинки, друзья, кого интересует. Так, снова ножики. Блин, думал, швейцарский, это китайский. Нож электрика. Или прививочный, прививочный ножик. 75 копеек. И еще советский ножик. В швушатанном состоянии. Но зато по 100 рублей продается. Ну и, конечно, друзья, это Шостов. Как без папах. Слушай, друзья, я, прямо скажем, не рассчитывал бы попасть на блашинный рынок. Я думал, зайду в антикварный, что-нибудь для вас поснимаю. Но все оказалось наоборот. В антикварных снимать нельзя. Зато в будний день огромный блашиный рынок. В общем, будете в Ростове. Всем рекомендую. Обязательно зайдите. Прикольно. Миклух Макфлай. Пишите комментарий. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пока-пока.